Дорогами отцов-героев минувшие выходные вновь прошли жители Заполярья. В окрестностях Нарьенмара состоялся традиционный 55-й окружной туристический слет. В юбилейном мероприятии участие приняли 11 команд. Какая из них стала лучше, смотрите далее. Короткая полоса препятствий через ручей, пожалуй, один из самых сложных этапов конкурса. Кроме того, что нужно запомнить последовательность всех движений, не пропустить ничего, еще и требуется выполнить все действия в тишине. Александр Анохин – участник команды «Дети рабочих». Только что прошел все этапы этой полосы. Волнение еще не отпустило, но уже можно перевести дыхание. Ну, все отдыхают, лето, жара и праздник, День России. А какие-то успехи уже есть у команды? Что-то удалось занять? Да, мы вообще молодцы. Мы заняли хорошее место, я не знаю, шли когда-сюда, все хорошо сделали. Костер разогрели самое быстрое. Так что у нас много заслуг. Тем временем другая команда «Севержилкомсервис» только готовится к форсированию ручья. Проверка снаряжения на путстве капитана. По мнению одного из участников, Романа Сеченава, главный залог успеха – это сплоченная команда. Конечно, любые соревнования, подготовку требуют. Мы готовились к креативному конкурсу, готовились. Вчера заняли, кстати, первое место по перетягиванию Канады. Выиграли одну из самых сильных команд, которая в прошлом году, позапрошлом году заняла первое место. Команда «Гвардия», по-моему, называлась. Вот так же так. За правильным и безопасным выполнением этого этапа соревнований следят не только судьи, но и представители ГИМС. Ведь действия происходят на водном объекте. В первую очередь контролируем безопасное прохождение всех этапов. И не столько штрафуем, сколько не допускаем неправильного прохождения. Самое главное, чтобы участники не упали в воду, то есть не сорвались с веревок. Для этого проверяем, как застрахованы, замуфтованы ли карабины, как организована страховка в опасных зонах. Если участник выполняет все правильно, он не получает никаких замечаний, штрафов и продолжает дальше движение. Вот так в дыму и в пыли под палящим солнцем участники соревнований преодолевают следующий этап – военно-спортивную полосу препятствий. Условия максимально приближены к реальным, благодаря использованию пиротехники. Команда Владимира Верейкина «Коммерсант» только справилась с заданием. По информации судей, довольно успешно. В этом году турслет удался. Юбилейные очень постарались, включили много-много-много интересных конкурсов. Было шикарно. И до сих пор, как видите. В юбилейном 55-м туристическом слете приняли участие 11 команд. Среди них уже опытные, выступающие более 10 лет и те, кто участвовал впервые. Определить лучших в этом году было непростой задачей. Особенности, конечно, есть. Во-первых, это юбилейный турслет. Во-вторых, возникла такая сложность в промежутке. 2020 год у нас выпал, поэтому команды немножко какие-то вещи определенные на этапах подзабыли. Но, скорее всего, для меня это ставит всех участников в одинаковые условия. Потому что у нас сейчас появились и новые команды, которые ранее не принимали участие в турслете. Ну, и они в одинаковых условиях сейчас работают. Особенностей хватает. Во-первых, год. Год у нас... Вот смотрите, как жарко начался. Вчера была у нас дистанция поход-кросс. Участникам было безумно тяжело нести весь свой груз сюда пешком по такому пеклу. В результате первое место завоевала дворовая команда «Свои люди». На втором мирные жители. И замыкая тройку лидеров «Коммерсант». Все они получили сертификаты на приобретение туристического инвентаря, кубки и медали. Жюри отметило, что разрыв между командами-победителями составил буквально сотые баллов. Кроме того, награды удостоили шесть команд победителей специальных номинаций.